Привет! Вы смотрите видеокурс обучения по работе с Laravel и это уже четвертый видеоурок. В данном видеоуроке я хотел рассказать о крутоперациях, но так как я не до конца раскрыл тему авторизации и разграничение доступа по ролям, я покажу и расскажу это в данном видеоуроке. Начну я с немножко подробного описания авторизации и присвоения роли. Далее реализую механизм проверки, то есть если у этого, ну я имею ввиду, у какого-то пользователя роль или permission, как это проверить? И реализую простенькую админ панель и мы ограничим доступ к этой админ панели для определенных пользователей. Давайте перейдем в редактор. Виртуальную машину я уже стартанул, сейчас вам быстренько покажу. Вот приложение работает, нажмем обновить, все нормально, все работает. Вот и вернемся в редактор. Так, первое, что я хотел сделать, это создать, точнее не создать, а добавить. Так, ну это я удалю. На прошлом видеоуроке я вам показывал, как получить список ролей определенного пользователя. Это можно удалить. Вот. Нам понадобятся модели. Роль и юзер. Начнем мы с модели роль. Здесь необходимо реализовать два метода. Используемся особенностью седьмой версии пички, то есть типизацией возвращаемых данных. Ну, укажем явно, что этот метод будет возвращать булевое значение. Это еще одна особенность седьмой версии PHP. Двойной знак вопроса. Он проверяет, есть ли в этом area такой ключ, то есть и set, и из not null. Это такое, ну, сокращение для этой проверки. Если оно удовлетворяет, ну, то есть если это правда, если задан такой ключ и он не null, то возвращается true. В обратном случае возвращается false. И еще один метод, public function hasAccess. For each. Да, сюда нужно передать. Набор permissional. If this has permission, permissional return true. В обратном случае return false. Что здесь происходит? Мы получаем в качестве аргумента набор permissional. И если у этого пользователя, точнее не пользователя, а у этой роли есть хотя бы один из этих permissional, то мы возвращаем true. В противном случае false. Для чего это делается? Мы будем, в последующем мы создадим так называемые гварды, то есть защитники. Вот. И они будут проверять политики. В свою очередь политика будет проверять на наличие permissional. Если вы хотите, чтобы какой-то пользователь имел строго определенный набор permissional, то вам все-таки стоит их группировать в роли. И если вы хотите, чтобы гвард проверял, если хоть один из permissional, то это делается именно так. В нашем случае это подходит, так как мы будем проверять, если у этой роли хотя бы один из этих permissional. Все сразу нас не интересуют. Если определенная роль у пользователя, мы будем проверять в модели users. Добавим метод public function hasRole. Да, действительно, здесь надо передавать role.slug. Также этот метод будет означать boolean. Return this roles. Если вы обращаетесь к методу roles, он возвращает queryBuilder. И поэтому мы можем вызвать метод var. var.slug равен role.slug. Далее вызовем метод count. И сравним его с единицей. Так как мы создали уникальный индекс в таблице связей, то есть если есть такой индекс, то у юзера может быть роль одна и та же. Ну, в плане не будет повторов. То есть у юзера будет роль определенная, допустим, author. То есть автор будет только одна. У юзера не может быть больше ролей author. И поэтому мы сравниваем с единицей. То есть если она есть, то она будет одна. И этот юзер имеет такую роль. То мы вернем true. В обратном случае вернем false. Тут все просто. И далее реализуем public function has access. Подобный к тому, что мы реализовали в таблице ролей. Я имею в виду модели ролей. И здесь for each this roles. Если мы обращаемся к property roles, а не к методу. Обратите внимание. То здесь уже будут модели, а не query builder. as role if role. Ну и естественно будут доступны методы этих моделей. as access permissions return true. В противном случае return false. Да тут в принципе все понятно. Мы проверяем. Если у данной роли хотя бы один из permission, которые нам нужны. То вернуть true. В обратном случае вернуть false. Так. И теперь мы перейдем к дефолтной роли для пользователя. То есть нам нужно немножко переработать регистрацию. HTTP controllers. House. Register controller. Здесь есть метод валидатор, который валидирует входные данные. Как я вам говорил в одном из видео уроков. Хорошей практикой является создание реквестов, так называемых. И перенос всей логики валидации именно в эти реквесты. Давайте создадим такой реквест. PHP artisan. Make. Request. Register. Request. Так. Добавим его сразу в git. Метод authorize предназначен для реализации логики, по которой мы будем понимать, может ли юзер делать данный реквест или не может. То есть когда вы регистрируете road, закрепляете за ним обработчик. То есть это метод определенного контроллера. И в этом методе контроллера вы ожидаете в качестве параметра определенный реквест. то до того, как этот метод будет выполнен, будет проверка в реквесте, может ли по определенным условиям пользователь, неважно какой это могут быть, может быть любые условия, может ли он вообще отправлять этот запрос. И в данном случае мы вернем true. Все просто, потому что все пользователи могут регистрироваться. Но тут нет ограничений. И сюда мы перенесем вот эту логику валидации. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!